Закончился последний день четвертьфинальных боев, определились у нас уже медалисты. Завтра полуфинальные бои пройдут, надеюсь, что еще они более конкурентно и ярко пройдут. Вы знаете, что у нас жеребьевки Рассеева не было на чемпионате. Не во всех весовых категориях, конечно, были полуфиналы, прошли девочки, которые соответствуют требованиям. Ну, так распределилось, значит, жеребий таким образом выпал, что многим лидерам, вы знаете, кто-то даже в первом бою встретились, на стадии предварительных боев еще они встретились. Например, в 60 килограмм этого лидера, на мой взгляд, Асатриануне и Голубева, они вот уже будут встречаться на стадии полуфинальных боев. По всей вероятности, это могли бы лидеры быть, то есть финалисты чемпионата. Будут еще соревнования, в том числе и сборы, на которых мы будем просматривать всех, весь резервный состав, весь основной состав. Так что еще много стартов. Если говорить о каких-то моих планах и надеждах, которые я рассчитывал, то очень здорово и достаточно ровно выступают именно спортсменки 2004 года, которые, как вы знаете, на этом чемпионате были допущены по итогам первенства России юниорского, юниорского первенства России, который проходил в Иркутске. И вот эти девочки, победительницы, их можно перечислять, это, значит, и Димурчан, это Голубева надежда. Вот эти девочки достаточно хороший бокс показали, вышли уже в полуфинал. Надеюсь, мы их увидим в финале. То есть все ожидаемое оправдалось нашей надеждой. Те спортсменки, которые на протяжении прошлого года показывали высокий результат, это чемпионат России прошлый, это у нас проходил международный турнир «Странжа», это была всероссийская спартакиада. Поэтому этих спортсменок по письмам после тренерского совета будут, возможно, заведены в резервный основной состав для того, чтобы они вместе со сборной продолжали подготовку. То есть дорога им в сборную не закрыта, поэтому расслабляться не надо. Дальше надо тренироваться на местах, и если мы заведем в сборную, они будут вызываться на сборы.